Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы эфир посвятить выборам и роли учителей, которые участвуют по приказу власти, по сути дела это партии Нур-Атан, они все являются членами партии Нур-Атан, участвуют в фальсификациях. И в нашей стране свыше 400 тысяч учителей, а если говорить и в том числе о преподавателях, которые работают в среднеспециальных и высших учебных заведениях, то их количество где-то около 500 тысяч человек. На самом деле это, вы понимаете, большое количество, это армия, которая действует по указанию власти. Хотя и Назарбаев, и Токаев заявляют о том, что все хватит учителей использовать на выборах, как агитаторов и еще на какие-то виды деятельности, не свойственные, не связанные с их профессиональной деятельностью. Но тем не менее, мы знаем, что они лгут, что именно учителя являются авангардом в фальсификациях, которые происходят на всех выборах, как президентских, так и на парламентских. Но я буквально перед Новым годом озвучивал, что 3-4 января учителя, члены территориальных избирательных комиссий заполняют протоколы в пользу Нур-Атан. Вы сейчас видите везде их аффилированные структуры, которые прямо связаны с партией Нур-Атан, и люди, которые проводят эти опросы, позиционируются, они являются все членами партии Нур-Атан, все время озвучивают, что якобы уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что у них более 73% голосов. О чем это говорит? Это говорит о том, что Нур-Атан намеревается упрямо и упорно убедить нас, что якобы народ поддерживает Назарбаева, хотя мы прекрасно знаем, что любой человек, который публично поддерживает Назарбаева, сразу подвергается обструкции, его буквально в смысле оплевывает. Зайдите в интернете, посмотрите даже провластные издания, как Tengri News, достаточно кому-то петь оды в сторону Назарбаева, так все, его закидывают камнями и все прочее. То есть, это говорит о реальном отношении народа к власти, к Назарбаеву, к его партии Нур-Атан, где около 700 тысяч человек, значительную часть, основную составляют именно учителя. Давайте поймем. Ну, учителя, они, конечно же, многие из них скажут, что а что мы можем сделать, от нас ничего не зависит, нас уволят с работы и так далее. Ну, то есть, таким образом, они пытаются оправдать то, что они сейчас делают, а именно, на самом деле, по действующему уголовному законодательству, это уголовное преступление, подделка бюллетеней. Я хочу вам следующее сказать. Вот то же самое происходило и в Белоруссии. Но, когда народ осознал, насколько это важно, прийти, проголосовать, и необходимо добиться того ненавистного, смены того ненавистного режима, как это было, произошло вот именно в Белоруссии, как связано с Лукашенко. Если вчера учителя Лукашенко, в общем-то, были уважаемыми людьми, и не было негатива со стороны общества, то эти последние выборы президента полностью изменили отношение к учителям. Вы знаете, наверное, многие из вас, что, например, родители не покупали цветы на 1 сентября учителям традиционно, они их не поздравляли, они их называли преступниками. И учителя Белоруссии, которые активно участвовали в фальсификациях, в фальсификациях, они фактически стали презираемыми своим народом. Эти выборы, которые сейчас 10 января произойдут в нашей стране, тоже, я считаю, очень важны и ключевые. Значительная часть населения осознала, в конце концов, что все партии, которые выходят сейчас на парламентские выборы, это Назарбаевские, можно просто делать им всем приставку НУР. И самый главный преступник в нашей стране, это партия Нурсултана Назарбаева, Нур-Атан. Все проблемы, которые есть в нашей стране, коррупции, воровство, отсталая страна, низкие заработные платы, тотальное унижение нации, это все связано с тем, что именно Нурсултан Назарбаев контролирует власть более 30 лет, и он является главой партии Нур-Атан, представители которой, депутаты, назначаются лично им, по сути дела. Люди формально приходят голосовать, а учителя участвуют в подделке и как бы подтверждают голоса этих депутатов. Эти депутаты приходят в парламент, принимают законы, например, как лидер нации Ельбасе, о том, что он и его члены семьи не могут подвергаться судебному и любому другому преследованию. Законы, которые принимает партия Нур-Атан, его депутаты, они защищают не народ, работают не народ, а работают на Нурсултана Назарбаева. И вот учителя, которых полмиллиона в нашей стране, они помогают, чтобы этот режим сохранился, и вот это бесконечное воровство и коррупция сохранялись и далее. Но давайте мы просто для себя поймем, а если вдруг учителя прекратят участвовать в этих фальсификациях? Притом, каждый просто принимает самостоятельное решение, я не буду в этом участвовать. Каким образом вы не будете участвовать, у вас масса аргументов? Ну, во-первых, по действующему законодательству за подделку бюллетеней, протоколов полагается тюремный срок, минимум до четырех лет, это уже серьезное наказание, и вы же понимаете, что это фальсификация. Я уж не говорю о том, что вы, учителя, просто по своей профессии должны быть моральными авторитетами для наших детей, вы должны их учить хорошему, всему тому, что необходимо для подрастающего поколения, и вопрос, а как вы можете говорить им, не лгать, делать какие-то правильные вещи, при этом сами участвуете в этих преступлениях? Ну, вы преступники на самом деле. И оговорка или отговорка о том, что нас уволят с работы, это выглядит очень слабо. И есть очень простой выход. После 10 января, когда эти результаты массовой фальсификации будут преданы огласке, я уверен, что в нашем обществе будет такое же нетерпимое отношение к учителям, как это недавно произошло в Белоруссии. И что тогда у вас за работа, что у вас за профессии, которые, по сути, будут вызывать презрение? Я хочу использовать эту площадку для того, чтобы обратиться к учителям. 10 января многие из вас могут зафиксировать те преступления, которые совершает режим Дусултана Назарбаева. Присылайте его по ссылке итальянская правозащитная организация ФИДУ, а также Фридом Казахстан во главе с Бардаком Минагазиевым. Выставили сейчас везде ссылки на чат-боты на Байга и Аламан, куда вы можете прислать итоги нарушений, итоги фальсификаций. Вы можете прислать видео. Если вы беспокоитесь за анонимность, вы можете прислать анонимно, просто откомментировав, где это на самом деле фальсификация происходит. У вас очень много способов и возможностей, по сути, разоблачить этот режим. И таким образом помочь нашему обществу избавиться от режима Дусултана Назарбаева. Полмиллиона человек по всей стране, школы по всей стране. Вы понимаете, что вы сейчас как бы солдаты режима Дусултана Назарбаева. Вы говорите, у вас маленькая заработная плата, ну до 100 тысяч есть, в среднем около 150 тысяч тенге. Что такое это такая заработная плата? Да, может быть кто-то из вас получает больше, около 200 тысяч тенге, но это вследствие того, что вы очень много работаете. Потом вы прекрасно знаете, что учителя выполняют несвойственные им функции. Они участвуют в этих избирательных компаниях, ездят на сельхоз работы, делают ремонты в школах. Фактически это рабы режима, солдатики режима. Неужели вы хотите всегда оставаться на таких ролях? Итак, я хочу вам напомнить, что в соответствии с программой демократической выборы Казахстана, ваша стартовая зарплата начинаться будет от 1000 долларов. То есть по нынешнему курсу порядка 420 тысяч тенге. Стартовая. Сейчас у вас менее 100 тысяч тенге стартовая заработная плата. 60-70 тысяч. Еще нужно работать, дорабатывать, часы брать и так далее, чтобы получить более 100 тысяч тенге. Здесь человек, просто окончивший учебное заведение и начавший свою трудовую деятельность, его зарплата будет начинаться от 1000 долларов. И все эти функции, которые вы сейчас исполняете, на вас не будут возлагаться. Я считаю, это просто прямое преступление. Учителей принуждать, чтобы они занимались такого рода делами, как участие в подделке и пальсификации протоколов и любых других преступлениях режима. Выбирайте, уважаемые учителя, у вас сейчас, я считаю, не может быть никаких отговорок. Я сам учился в сельской школе и могу сказать, что у меня остались самые приятные воспоминания о моих учителях, которые мне много дали. Как обращаться с людьми, как работать над собой. Вообще, очень много ценностей, которые я считаю, что я получил, я получил именно в школьные годы. Я не припомню, чтобы в школьные годы, в те советские годы, конечно, там не было альтернативы и так далее, чтобы учителя участвовали в каких-то фальсификациях. Ну, в то время и особой необходимости не было, потому что была одна, единственная коммуническая партия, и больше никого не было. Но, тем не менее, в этом точно учителя не участвовали. А сейчас этот режим вас превратил фактически в рабов, солдатиков и преступников. Поэтому, уважаемые учителя, вы должны понимать, что после 10 января к вам будет отношение совершенно другое. Потому что общество сейчас проснулось, и когда люди видят, как нагло идет фальсификация итогов выбора, конечно, это вызывает возмущение, и то, что происходит в Беларуси, будет, безусловно, и у нас в Казахстане. В этой связи, уважаемые учителя, я знаю, что в эти дни происходила фальсификация итогов выбора в виде протоколов. Я знаю, что сейчас идут работы по заполнению фальшивых бюллетеней. Я обращаюсь к вам с призывом, чтобы вы присылали нам фото и видео, и рассказывали о тех преступлениях, которые сейчас совершает режим. Я даже сейчас не обращаюсь к директорам школ. Я знаю, что директора школ, конечно же, они противники всех действий, которые осуществляет этот режим. Но! Они вроде противники, но режим их купил. Они работают директорами школ, получают более высокую заработную плату, какие-то еще дополнительные льготы имеют, возможность для получения взяток. То есть, фактически, это агенты режима, они куплены режимом. Но вы-то простые учителя, вы же можете сейчас сказать свое слово, сказать нет. Представляете, когда полмиллиона этих людей, учителей скажут нет этому режиму, все по всей стране, режим ничего не сможет сделать с вами, не уволит, ничего. Ну а как они вас уволят? Если вы показываете преступление, ссылаетесь на уголовный кодекс, говорите здесь прямо, люди нарушают действующее законодательство, за какие прегрешения вас они смогут уволить? Нет, если это будет массово, то никаких действий этот режим не сможет сделать. Поэтому, уважаемые учителя, я обращаюсь к вам с призывом, чтобы вы нам помогли избавиться от этого режима, избавиться именно 10 января. Я в всех предыдущих выступлениях говорил о том, как будет происходить действие противников режима в Алматы, в Астане, в Шемкенте, в трех городах. Говорил о том, что в Алматы, в Астане назначено 6 точек сбора, затем из 6 мест 6 колонн идут к центральному месту проведения митинга, в Шемкенте 3 места сбора, с трех точек 3 колонны идут к одному месту, и затем, после того, как там проводится в течение одного часа митинг, вся эта колонна объединенная идет в сторону Акимата и заполняет собой эти Акиматы. Я хотел бы откомментировать, пользуясь случаем, еще мне приходят вопросы, а что делать в других регионах. Уважаемые друзья, мы опубликовали карту, маршруты, местоположение проведения митингов в 20 городах страны. Я сейчас в качестве примера приведу буквально два города. Сегодня я опубликовал снова карту, в каких местах будут проводиться митинги в других областных центрах и крупных городах. Принцип один и тот же. Во-первых, мы во всех остальных, кроме этих трех городов, Алматы, Астана, Шемкент, везде определяем место сбора одну точку. Ну, например, мы возьмем город Ахтау. Город Ахтау происходит голосование с 10 до 13 часов. Мы призываем голосовать за партию Ахжол. Затем к двум часам протестующие собираются на набережной. На набережной в Ахтау мы проводили субботажи, например. И с двух до трех там организовывается митинг. И с трех часов протестующие идут в сторону Ахимата и заполняет собой Ахимат. Далее активисты организовывают именно в самом Ахимате временное правительство Мангистауской области. Временное правительство будет организовано в Астане. Временное правительство будет организовано во всех областных центрах и городах республиканского значения. Временное правительство в Астане, в частности, объявляет о сложении полномочий власти и власти Нурсултана Назарбаева, президента Такаева и других руководителей тех или иных государственных органов и назначает своих представителей во все эти органы. В областных центрах временное правительство областного центра, например, Мангистауской области, объявляет о сложении полномочий Ахима области, прокурора области, Ахима города, начальника департамента УВД и назначает руководителями своих представителей. Все местные органы власти должны подчиниться решению временного правительства областного демократического выбора Казахстана. Вот по такому принципу будут формироваться временные руководители, временное правительство во всех областях. Ну, например, возьмем Казлардинскую область, тоже то же самое. С 10 до 13 часов происходит голосование за партию Ахжол, и в 2 часа дня протестующий собирается на площади, с 2 до 3 там митинг, а затем к 3 часам идут к Ахимату. То есть подход везде единый. Места мы определили. Я еще раз хочу сказать тем, кто мне задает непрерывные вопросы, чем отличается партия Ахжол от Нуратана, а хорошая ли ее программа или нет. Хочу пояснить, что все партии, которые сейчас участвуют в выборах, они партии Нурсултана Назарбаева. И мы партию Ахжол не выделяем никак, мы не изучаем ее программы, потому что мы знаем, что они все подставные партии, не имеющие реально никакого влияния, голоса, не имеющие никакого значения. Мы эту партию используем как троянского коня для того, чтобы все протестующие голоса были собраны в одной партии, в частности в партии Ахжол, тогда за партию Нуратан будут отдавать вообще минимальное количество людей свои голоса. Мы призываем, чтобы когда вы пришли голосовать, вы свой бюллетень после того, как поставите галочку в пользу партии Ахжол, сделали в виде гармошки и положили его затем в прозрачную урну. И эта урна будет демонстрировать, что основная масса голосующих голосует именно за партию Ахжол, что Нуратан никто не поддерживает. Именно поэтому мы эту используем партию как троянского коня, чтобы затем на наших глазах происходил процесс фальсификации. А что в фальсификации будет происходить, это факт. То есть перед вами будет урна, забитая полностью бюллетенями в виде гармошки, в пользу партии Ахжол. И затем, когда будет подсчет, выяснится, что 8% голосов будет за партию Нуратан. Конечно же, это будет очевидный факт фальсификации, и это вызовет недоверие и со стороны международных наблюдателей, это вызовет гнев со стороны тех избирателей, которые участвовали в этом голосовании. По итогам этого голосования мы призываем вас сделать фотографию этого бюллетеня и отправить по ссылке на телефоны, там начинаются цифры 38, это Байга и Аламан, которые будут фиксировать, какое количество голосов проголосовало именно за Ахжол, какое за Нуратан и другие партии. И тогда вы поймете, что эта фальсификация, которая проведена властью, она проведена именно в пользу Нуратан. На самом деле, картина совершенно другая. Что мы должны сделать? Первое. Я хочу еще раз повторить, зафиксировать, чтобы все понимали. С 10 до 13 часов мы, соответственно, голосуем за партию Ахжол и разоблачаем факты фальсификации, которые организовывают члены избирательной комиссии по всей стране. Второе. Мы в 2 часа дня объединяемся вместе проведения митинга. Это сейчас речь идет о всех областных центрах и крупных городах. С 2 до 3 мы проводим митинг с требованием отставки Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения. Затем, после 3 часов, протестующие идут к областным акиматам, заполняют областные акиматы собой и заявляют о формировании временного правительства тех или иных областных центров. Вот такой подход будет реализован по всем областям страны. Места мы опубликовали и будем его озвучивать в виде рекламы в социальных сетях. Поэтому, уважаемые друзья, давайте тут до выбора буквально осталось 3 дня. Давайте мобилизуемся, давайте будем агитировать, убеждать своих знакомых, друзей, родственников, голосовать именно за партию АКЖОЛ, затем ловить за руку этих фальсификаторов. Я обращаюсь к учителям, чтобы они прекратили пугаться, присылали фотографии, видео, фактов фальсификации. Присылайте нам информацию и однозначно все это приведет к тому, что режим будет сменен. Режим сменен будет в этом году, это очевидно. Именно в результате наших активных действий, активное участие в протестах приведет к тому, что этот режим получит еще санкции, как и произошло с Лукашенко в Беларуси. Международные санкции мы не должны сейчас уступать. Наступило историческое время, когда мы можем полностью произвести смену этого преступного режима. Давайте объединяться, давайте действовать. Еще раз, учителя, у нас шанс изменить историю нашей страны. У вас, в частности, есть шанс изменить вообще отношение к вашей профессиональной деятельности. Вы можете помочь нам, объединившись, полностью сменить режим и добиться перемен, построить новую сильную демократическую страну. Алга, Казахстан!